СОФИЯ КУЛИКОВА Здравствуйте! Но прежде чем начать беседу о наболевшем, знакомь с этим пушистым другом, который у нас сегодня в гостях так неожиданно оказался. Помимо меня в гостях еще песик Азарт. Он, естественно, очень похож на всем любимую известную породу хаски, но при этом был найден в коробочке на помоечке три недели назад водителем грузовика, который вывозит мусор. Вряд ли он был куплен за большие деньги. Скорее всего, это какой-то подарок, который дома нахулиганил и вот так вот оказался ненужным. На самом деле, если мы посмотрим глубже на вопрос наличия в целом вообще бездомных животных, мы должны вполне понимать и осознавать, что все они, появившиеся на улице, это все результат безответственности домашнего обращения. Именно поэтому очень много лет ведут вопросы зоозащитники, каким образом, какими методами минимизировать это количество, так как практика многолетнего уничтожения бездомных животных, она не дает своих результатов, и по факту получается, что из года в год их меньше не становится. И вот именно поэтому практически 10 лет готовился закон, закон Российской Федерации, который был принят еще в конце позапрошлого года, но как раз его четвертая глава, которая говорит о методах обращения с животными без владельца, оводится такое понятие, сейчас законодательно бездомные животные, нет такого понятия, оводится понятие федеральным законом животные без владельца. И вот эта четвертая глава, она как раз вступила в силу. Главное изменение, то, что закон вводит практику ОСВВ, что это значит? Это отлов, вакцинация, стерилизация и возврат в среду обитания. В любом случае. Вот самый главный пункт. Если собака дееспособная, то выпускаем ее на будущее. Там единственная есть оговорка, то, что агрессивное животное, нападающее на людей, оно не возвращается в среду обитания, оно остается в приюте. Ну и также, если животное, ну как бы по мнению, например, специалиста, скорее всего, хозяйское. Вообще, практика, ну как бы вот новым постановлением нашего алтайского правительства вводит такой регламент, что поступает заявка, заявка поступает либо в администрацию, да, определенного населенного пункта, это может быть Барнаул, либо какой-то другой, да, населенный пункт, соответственно, администрацию того населенного пункта. Либо подрядчику, то есть тому, с кем заключен контракт на отлов и содержание. Ну вот по Барнаулу сейчас до июля, да, этим занимаемся мы. То есть у нас телефон диспетчера 573557, то есть туда поступает заявка, диспетчер ее фиксирует, ну, либо администрация передает заявку, да, если она в администрацию поступила. И, соответственно, отправляет, ну, ловцов, да, как мы их называем. Вообще, вот система ловцов, это тоже такой новый институт для России в целом и для Барнаула в частности, да, то есть нельзя сказать, что это какая-то профессия, где-то это мучат или еще что-то. То есть это все еще на этапе становления. После того, как ловец выезжает, он разбирается в ситуации, да, он пытается на месте понять вообще, что за животные, откуда взялись, как долго они там обитают. Может быть, это все-таки хозяйские убежали, да, либо это все-таки какие-то безнадзорные. Плюс к этому, если это животное безнадзорное, да, то, естественно, ловец предпринимает меры гуманными методами, как и прописывает закон, отловить это животное. Вот в наш адрес часто поступают жалобы, что мы не так быстро и оперативно это все ловим, да, но это связано как раз с, ну, как бы, отсутствием такой системно разработанной методики отлова, да, как я уже сказала, для России в целом, для Барнула в частности, это, ну, как бы новая такая сфера занятости. Сложность большая самая возникает в тех точках, где животных очень сильно и многое количество людей прикармливают, да. Если животное бездомное сытое, то его поймать в разы сложнее, потому что чаще всего на приманку, да, его ловишь. А если собака сытая, то у нее, как бы, ну, как бы страх за то, что ее лишат свободы, он у нее выше, и она, естественно, никуда не пойдет. Очень хорошо ловятся только те собаки, которые, ну, как бы голодные, да, потому что когда у нее голод, ну, как бы сильнее, чем страх, то она, естественно, пойдет в ловушку и приманку. Соня, а вот этих средств 2 миллиона 358 тысяч рублей, их достаточно? Есть ли какие-то ограничения? Определенное количество собак? Вакцинации, я знаю, что не дешевое удовольствие так-то. Ну, смотрите, то, что касается контракта, то там прописана сумма и даются тарифы вед управления относительно того, сколько администрация, ну, как бы, должна оплачивать за каждую процедуру. А эти тарифы касаются, во-первых, отлова, да, там, так, по-моему, 700 с чем-то рублей, 800 с чем-то. Они касаются также, вот, что новшество этого года, да, введена оплата стерилизации 1100 рублей. Ну, опять же, стоимость, да, она абсолютно, ну, как бы, нерыночная. Если мы позвоним в ветклинике, то мы узнаем, что стерилизация собакой стоит, там, от 4 до 6 тысяч рублей, да, и поэтому эта сумма, она литра. Это еще нужно где-то найти ветеринаров, которые согласятся с вами работать, или на какую-нибудь грантовую поддержку, например, государство рассчитывать. Ну, да, то есть, помимо вот стерилизации, еще заложены там дни содержания, и предполагается, что минимум 10 карантинных дней содержания находится животное, и там 113 рублей день содержания. Ну, то есть, соответственно, еще там 1130, да, оплачивается на день содержания. Это на питание в основном деньги? Ну, да, это на питание, на содержание, там, не знаю, на какие-то, предполагается, коммунальные вещи, вот. И, кроме того, заложена сумма, там, 300 рублей, ну, с какими-то копейками, на так называемое лечение и вакцинацию, то есть, предполагается, что если животное какое-то травмированное или еще, ну, а зачастую они с улицы, естественно, с какими-то заболеваниями, как минимум, они больны, там, не знаю, паразитами какими-то, да, то есть, их надо проглистогонить, обработать от блох, там, и прочее, провести обработки от других кожных заболеваний. Вот, то есть, предполагается, что в эту сумму, ну, необходимо уложиться. То есть, формально, как бы, вроде как, сумма-то большая, но фактически, если мы посчитаем, ну, как бы, себестоимость оплаты одной отловленной собаки, да, то выходит не так уж и много, там, в пределах трех тысяч получается. И, фактически, этого даже не хватает на оплату конкретной стерилизации, да, а при этом надо же еще оплатить ловцов, надо оплатить, там, не знаю, транспортные расходы надо оплатить людям, которые убирают и ухаживают за этими животными, да, коммунальные все платежи, там, и так далее. То есть, конечно, фактически получается, что этих средств, несмотря на, вроде как, большую сумму, их недостаточно. Кроме того, должно быть понимание то, что оплачивается только уже фактически выполненная работа. То есть, это не так, что какому-то подрядчику сразу раз и там два миллиона дали, да, ну, в данном случае нам, вот, а речь идет о том, что мы в течение месяца работаем, работаем за какие-то свои ресурсы, да, и потом по факту в конце месяца, да, мы предъявляем, соответственно, документы животных, да, о том, что вот столько-то голов мы отловили, столько-то стерилизовали, да, столько-то там вакцинировали, пролечили и столько-то продержали там столько-то дней, да. И уже по факту этой документации идет нам оплата. Именно поэтому, кстати, в большинстве районов-то так и не нашелся подрядчик, потому что деньги-то заложены по всему краю, да, и, по сути, все муниципалитеты края, они должны выполнять эту работу и найти какого-то подрядчика, с кем-то заключить договор, обязательно отлавливать этих животных, помещать их на вот это время в приют, да, потом стерилизовать, отпускать среду обитания, но фактически подрядчики нашлись в очень малых наших районах, да, то есть у нас по факту там, наверное, муниципалитета может быть три или четыре сейчас заключили контракты, а остальные так пока и, ну, не нашли подрядчика. Вот многие к нам звонят, обращаются, а вот давайте вы тоже займетесь там где-то в районах, да, и так далее. Я говорю, да, мы тут с Барнаулом бы справиться, да, то есть мы не имеем такой возможности. Ну, плюс в том, что вам удалось получить президентский грант. Ну, да, это такая параллельная работа, то есть очевидно, что сокращение бездомных животных, оно связано, как мы уже сказали, с владельцами, да, и тут должна быть определенная ответственность, и вся практика мировая говорит о том, что сократить количество бездомных животных можно лишь в том случае, если будет дефицит щенков и котят, да, вот если их будет негде взять, то тогда их как бы и не будет на улицах, да, и там все за них будут в очереди выстраиваться. Именно поэтому вся мировая практика говорит о, ну, как бы таких тотальных программах стерилизации, то есть с одной стороны должны быть стерилизованы бездомные животные, ну, в идеале поголовья, да, полностью, а с другой стороны должны быть хотя бы на 80% стерилизованы хозяйские и так называемые полухозяйские животные, ну, то есть хозяйские это, соответственно, те, кто живет там, ну, где-то при хозяине, да, в частном доме, где-то там, не знаю, в квартире, и полухозяйские это с баз, предприятий, там, каких-то строек и так далее, вот, для того, чтобы минимизировать вот как раз появление этого приплода, который зачастую пристраивается абы как, да, вот где-нибудь там подраздали, а иногда даже в коробочке куда-то выставили, да, на остановку и так далее, и по сути вот этот приплод и пополняет армию бездомных, вот, но когда мы уже довольно длительный период времени пытаемся призывать владельцев животных и вот этих, не знаю, там, кураторов на всяких там базах, стройках, предприятиях, пытаемся призывать стерилизовать животных, сталкиваемся с тем, что, конечно, прежде всего, финансовый вопрос их ограничивает, ну, то есть какая-нибудь тетенька ходит, кормит где-нибудь на базе, там, не знаю, 5 собак, да, и где она найдет там 5-25 тысяч, чтобы их стерилизовать, да, естественно, ну, как бы маловероятно, что такое возможно. Ну, и в помощь таким тетенькам вы открываете. Да, и, естественно, вот родилась такая идея, что надо дать какую-то возможность вот этим людям, или там, например, где-нибудь в деревне, да, бабушка там в каком-нибудь частном секторе, не знаю, в поселке Затон, да, у бабушки сидит собачка на цепи, и каждые полгода приносит этих щенков, она не знает их куда девать. Ну, понятно, что она тоже не имеет возможности финансовые там куда-то пойти ее, повезти в какую-то клинику, да, и оплатить стерилизацию. Вот, и как раз для вот таких случаев у нас и возникла идея, что было бы здорово открыть такой пункт, ну, как бы льготной стерилизации, да, когда бы любой человек, не имеющий возможности обратиться, ну, как бы в такую коммерческую клинику, да, мог бы со своим питомцем прийти и его стерилизовать. И вот мы написали проект, он был еще в прошлом году у нас написан, и в конце прошлого года мы выиграли этот президентский грант на открытие пункта льготной стерилизации, который у нас называется «Только желанные щенки». И вот с этой недели мы начали прием заявок, то есть все это время, вот у нас три месяца шел ремонт, очень большие ремонтные работы. Пункт у нас находится в отдельно стоящем здании, но недалеко от приюта, но это абсолютно отдельное здание, оно никак не связано напрямую с приютом, скажем так, потому что это тоже требование определенной безопасности для животных, чтобы там, ну, как бы не было скучности, инфекции всего на свете. Вот, и сейчас очень большие работы проведены ремонтные, уже на стадии завершения, в марте пункт начнет работать, и сейчас мы начали сбор заявок. Мы вот в конце прошлой недели только выставили анкету, и уже большой ажиотаж, у нас уже более ста заявок заполнено, желающих стерилизовать, как своих, ну, в основном, кураторских каких-то животных, да, где кто-то курирует. Причем это не только собаки, это зачастую и кошки. Сколько заявок вы способны обработать, так сказать, отработать? Да, у нас в рамках вот этого гранта президентского запланировано тысяча стерилизаций, то есть тысяча животных мы стерилизуем, ну, как бы бесплатно. Как период? Неопределенный период. Ну, за период до конца года, то есть, вероятно, это будет раньше, да, ну, вообще до ноября у нас сам проект, вот, соответственно, до ноября. Вот, но после того, как вот эти тысяча, скажем так, цифр, да, стерилизованных животных будет выполнено, пункт, он продолжит работу, но уже на льготных условиях, то есть уже будет не бесплатная стерилизация, а за стоимость материалов, ну, для того, чтобы нам закупить материалы, потому что сейчас, получается, материалы на тысячу операций мы закупаем за счет средств президентского гранта, да, а там дальше придется, ну, каким-то образом компенсировать из других источников. Ну, может быть, какие-то спонсорские средства у нас найдутся. Ну, то есть, эту работу мы будем продолжать в любом случае. Соня, ну и финальный вопрос, я вижу, что Азарт уже начал беспокоиться, он стал, конечно, сидеть неподвижно. Соня, финальный вопрос. Вот те видео, посты в соцсетях, которые появляются на прошлой неделе регулярно о том, что собаки запугали детей, взрослых, не дают проходы и так далее. Что это? Действительно правда или вот весеннее обострение, как мы уже сегодня об этом говорили? Ну, в каждой ситуации, конечно, стоит разбираться, ну, как-то детально, персонально. На самом деле, конечно, есть люди, которые боятся животных, которые не любят животных. И зачастую нам поступают заявки, когда люди там начинают, там, чуть ли не визжать в трубку, что вот нас тут съели собаки. По факту выезжаешь далеко не так, да, собаки безобидны. И, наверное, вот самая вот такая проблема, которая сейчас вводится в связи с этими новыми правилами, новым законом, то, что животные будут возвращаться назад, да. И люди должны быть к этому готовы и должны как-то с этим, ну, что называется, смириться, да. Мы должны научиться сами, научить своих детей, ну, как бы, сосуществовать с бездомными животными. Стоит и говориться, что стерилизованное животное, оно, естественно, гормонально менее возбудимо, да. То есть, ну, это как бы гормональные изменения. И поэтому, опять же, вся мировая практика говорит о том, что стерилизованные животные более спокойны и менее агрессивны, потому что чаще всего проблемы вызывают стаи, когда как раз вот эти гормоны все прут, да, там, гуляются, так называемая собачья свадьба, там, кобели все там, ну, все, ну, такие все взбудораженные, да. И, конечно, если в этот момент они встречают какой-то препон в виде, там, людей или еще кого-то, они могут там как-то проявлять агрессию. Вот. Конечно, зачастую такой издевательский тезис можно слышать, что вроде как стерилизация, она же зубы не удаляет. По факту зубы не удаляет, но гормональный фон, он очень сильно меняется, выравнивается, и любой ветеринар и зоопсихолог, да, скажет о том, что это, ну, как бы, значительно сокращает риски, ну, как бы, какой-то агрессии, да, какой-то провокации. Вот. И поэтому как-то надо все равно людям, даже те, кто не любят животных, да, каким-то образом стараться избегать с ними контакт, да, но смириться с тем, что они на улицах наших есть и будут. Но при этом вот эта вся практика, если эта программа действительно вся хорошо заработает, то в течение трех-четырех лет, ну, как бы, как наши коллеги, скажем так, из других стран, да, стран Европы решили эту проблему. В течение трех-четырех лет мы минимизируем значение, значительно количество животных, и фактически, ну, надеюсь, дойдем до той стадии, когда встретить на улице бездомную собаку будет скорее исключение, нежели чем правило. Ну, предлагаю на этой ноте и завершить нашу сегодняшнюю беседу. Азарт, спасибо, что пришел к нам в студию. Азарт, капкни, голос, голос. Ну, вот, совсем не забидная собака сегодня у нас в гостях. Софья Куликова, руководитель приюта для животных «Ласка».